всем привет дорогие друзья сегодня у меня на обзоре коробочка от petrified fish и это всего второй обзор на продукцию этого бренда скажу честно вот этот сегмент ютуба с обзорами китайских реплик и вот таких дешевых китайских брендов это очень коварное место я бы что я там не выживу но мне стало очень интересно и сегодня мы будем говорить про модель е01 причем в таком премиальном исполнении вот в таком вот дамаске симпатичным полированным ну и сразу вам скажу это никакой не супер и дисси это именно нож приколюха если вам нравятся всякие разные интересные тяпки нож производится в шести цветовых решениях 30 вот этим дамаском не три обычных там черный зеленый оранжевый на стали к 110 эти же идут с дамаском на базе виджи 10 и сказать честно больше всего прям больше всего мне нравится тот что черно-белый с вот этим вот дамаском нож на обзор предоставлен замечательным ножевым магазином bass blade ссылочка на них будет в описании к видео и в закрепленном комментарии также напоминаю что всем зрителям моего канала bass blade предоставляют очень приятную ощутимую скидку воспользоваться которой вы можете просто перейдя в одну из моих социальных сетей будь то телеграм-канал или допустим группа вконтакте да кстати не забывайте на них подписываться там постоянно какие-нибудь инсайды интересные движухи и собственно там закрепленном комментарии в этих социальных сетях есть промокод вводите и будет вам счастье не забудьте галочку поставить при заказе чтобы бесплатно получить вот такой викторинг совский нож это такой приятный тяпошник при этом достаточно тонко сведенный приятно сидит в руке я впервые этот нож вообще обратил на него внимание я увидел этот нож при личной встрече с одним из зрителей моего канала тимур тебе привет если смотришь в общем он мне показал мне стало интересно я решил попробовать давайте наверное сразу по характеристикам весит данная тяпко 128 грамм открытая конструкция я бы сказал с боков но при этом достаточно длинный спейсер с обратной стороны 109 миллиметров длины рукояти 14 самом толстом месте бэкспейсер из того же самого материала из которого рукоятка и производитель заявляет это как g10 damascus паттерн но есть момент если вы внимательно посмотрите уж больно пористая это g10 и уж больно она смахивает нами карту именно поэтому в беглом обзоре целые пачки петрифайтов я давно уже сказал что это скорее всего не карта ну пусть будет это g10 или как многим хотелось gmascus назовем это так аналог от петрифайт фиш их есть несколько разных цветов но вот этот вот мне нравится почему-то больше всего собственно давайте посмотрим лайнер лог керамические шарики подшипника и керамический detent собственно есть и млячное отверстие есть у нас глубокая клипса клипса не переставляемая на противоположную сторону на кармане нож располагается ну скажем так насколько это возможно при таких габаритах достаточно комфортно но сами габариты для носки в кармане ну такое так по клиночку 73 миллиметра длины из них 69 только полезный поскольку у нас есть чоэл который безусловно придает сильно больше комфортного удержания 3 миллиметра в обухе это дамаск и написано на официальном алишном магазине что это дамаск на основе вид же 10 но как правило китайцы вместо вид же 10 используют какой-нибудь 10 chrome 13 молебден банади что-то такое заявленная твердость 59 60 единиц а вот сведение очень порадовало равномерненько 03 и кстати посмотрите на само качество дамаска китайцы вполне уже научились делать вот этот полированный неж дамаск типа как домастил может быть он не такой контрастный но уже где-то что-то примерно относительно ширины клина это 36 миллиметров ширины из них 26 это прямой спуск и лайнер вот этот вот полтора миллиметра чем интересный момент вот эта насечка на лайнере для того чтобы было удобнее его отгибать она сделана не механически да там каким-то надфилем фрезой а это все нанесено лазером 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 ну и собственно для того чтобы получше понимать габариты данного ножа предлагаю сравнить его с другими известными складными ножами вот кстати знаете характеристики то вполне себе неплохие с точки зрения реза да ну за исключением вот коротенького клиночка что вы там много им не порежете вот что-то я вам сказал про твердость твердость не посмотрел не проверил поэтому давайте мы с вами сегодня это сделаем прям как говорится но практически онлайн для чего я это делаю для того чтобы у меня появился ровный угол 90 градусов и я вот этим углом вот этой кромкой я и буду царапать значит давайте где-нибудь вот здесь и посмотрим что у нас получится ну скажу что ну так проскальзывает скорее что-то вот еле-еле цепляет поэтому наверное даже знаете как вот конкретно дамаск наверное он такой вот только-только 59 заявлено 59 60 но тут скорее 58 59 потому что ну прям прям не аж кромка короче вся изгибается нет наверное 58 здесь будет где-то 59 наверное даже нету тем не менее для каких-то таких порезушек это вполне себе неплохо ну я уж на химанализ это не потащу я думаю что сейчас уже не те времена когда какие-то именно бренды они реплики обманывают с тем что стоит на клинке поэтому придется нам здесь в это дело просто на просто поверить давайте мы с вами посмотрим на то как нож справлялся с нарезкой продуктов и возможно ли им вообще хоть что-то подстрогает и 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 это не должно строгать объясню почему вот сюда чего поставить очень очень очкова потому что упираешься ты в самый краешек острый держать вот так вообще не вариант потому что смотрите какой из какая загнутая рукоять ну что ж попробуем на продуктах это просто супер это чума это его кух это вот его стезя был бы он побольше супер и был бы у него вот этот вот изгиб противоположную сторону это было бы супер мега кухонная тяпка а я вот не могу подлезть короче вот так берешь сверху кладешь палец нормально вообще нормально ваш пи парни нормально короче если вот так разгружать руку то любой нож будет строгать отлично так ладно здесь потом посмотрим есть ли царапульки или нет так не вижу тут как бы показывать нечего это вот читерство чистой воды но по-другому его не возьмешь палец сюда все вот вот сюда все разгружается я думаю вы не сильно удивились тому как хорошо он порезал продукты потому что все-таки широченный клин достаточно высокие спуски достаточно тонко сведенный без удивления честно скажу я его потом еще переточу будет наверное еще лучше я думаю что если бы не было вот этого вот выступа то он бы еще более кухонным было сейчас все таки вот видите да он вот так вот упирается и всего маленькая вот такая вот площадь смотрите всего такая маленькая площадь работает по продуктам нужно постоянно так делать кстати у китайцев же есть такой топорик которым они режут и рубят все остальное цайдау называется давайте нож разберем и посмотрим вообще что у него внутри вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой кабарообразный Похожий на тренажку Эмерсона Флиппер Соответственно там с рукояткой очень похожей на белугу Я честно скажу сразу заказал Потому что ну вот я до этого видел Продукцию, она меня устраивает Я еще обязательно К110 от них потестирую Чтобы быть уверенным в их твердости Но вот пока за те деньги Которые Просят Петрифайт Фиш за свои ножи Мне все очень нравится Единственное что скажу Вот смотрите Накладки Мне нравятся именно вот такие вот Из вот этого Ну давайте назовем G-Mascus Как просили многие Причем вот я говорил из черно-белого Да Мне нравится как выглядит вот этот клинок Но Те версии которые идут обычные У них лайнера полированные И у них вот ты когда вот так смотришь У них вот эти Ну просвечивают вот эти лайнеры Они здесь у меня черные И кажется что как будто просто Вот видите да Куски торчат Что как будто бы просто криво обрезано А вот на светлых вот этих лайнерах На обычных моделях SK110 Оно выглядит как дизайн Такой как элемент дизайна И мне это на самом деле нравится И возможно Возможно Если бы у меня был вот такой вот черно-белый И я бы допустим взял бы обычный черный Я бы прям не поленился перекинуть лайнеры Чтобы ну сделать прям вот Такой как я хочу Прям секас-секас Поэтому Да Еще вот стоит отметить Что мне очень понравилось Как сделали вот эту вот штуку Лазером Прям я думаю что мне это надо будет Взять на вооружение Чтобы тут ничего не пилить Лазером бахаешь И оно достаточно шершавое При этом еще и прикольно выглядит Когда близко рассматриваешь Такие буквы с долларом Поэтому ножом я крайне доволен Но опять же Помните что это больше приколюха Если она вам нравится Вы конечно ее можете приспособить К повседневным Идисишным задачам Но все же Есть ножи куда более привычные По форме Да И при всем при этом Справляться в Идисе Они будут лучше Вот К этому ножу Каких-то вопросов Претензий Недочетов Абсолютно у меня нету И вот за те деньги За которые просят Вот за эту премиальную версию Я думаю что это более чем достойно Потому что столько сейчас стоят Обычные Севиви Без всяких там Разных Дамасков Дамаск это все-таки Вот такой полированный На каких-нибудь таких ножах Это в принципе красиво Поэтому попробовать Стоит Ссылочки в описании Не забывайте про скидку Надеюсь вам было интересно Всем спасибо Пока Пока